МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Брянская губерния. С вами Александр Новиков. Здравствуйте. Суд отказал экс-губернатору Брянской области в досрочном освобождении. Напомним, бывший губернатор Николай Денин был признан виновным в злоупотреблении полномочиями. В прокуратуре отметили, что данные о его исправлении отсутствуют, и он нуждается в дальнейшем отбывании назначенного наказания. В стане брянских сельхозпроизводителей прибавление. Начинающим аграриям вручили билеты Брянской региональной организации фермеры Брянщины и приняли в ряды этой общественной организации. Всего в регионе зарегистрировано более 450 действующих крестьянско-фермерских хозяйств и предпринимателей аграриев. На сегодняшний день фермерство – это не только профессия, но и призвание. Брянские крестьяне-предприниматели преуспевают и в растениеводстве, и в животноводстве. Итоги 2016 года стали успешными также благодаря весомому вкладу фермерского сообщества. В Брянской области на долю крестьянских хозяйств приходится около 9% от общего объема сельхозпроизводства. В России появился самолет с названием «Брянск». Авиакомпания «Россия» присвоила его воздушному судну «Боинг-737-800». Это имя дано самолету в честь одного из старейших русских городов, подчеркивается в сообщении авиакомпании. Инвесторам «Зеленый свет». В селе Вильяминова Карачевского района через два месяца откроется новое предприятие. Производство мяса кролика построено с нуля, оснащено современным оборудованием и имеет амбициозные планы стать крупнейшей в России площадкой производства крольчатины. Инвестор поблагодарил губернатора Александра Богомаза за внимание к проекту и рассказал о масштабной стройке, которая вышла на финишную прямую. Это будет самое крупное промышленное производство крольчатины в России. И на сегодняшний день, наверное, самое современное. Стройка Вильяминова Карачевского района началась в 2015 году. Четыре гектара уже освоено. Это первая очередь проекта. Четыре крольчатника смогут давать 400 тонн мяса в год. Для инвестора было важно место, логистика, возможность подключения газа и света. В проект в общей сложности будет вложено больше миллиарда рублей. Все пошли навстречу. Мы получили дополнительный лимит и по электричеству, и по газу. И во время стройки не испытывали каких-то препятствий, административных барьеров. Поэтому, как и нынешней власти, у нас претензий никаких нет и быть не может. Надеюсь, более того, на то, что мы в следующем. То есть, когда запустимся, уже будем, соответственно, взаимовыгодно сотрудничать. То, что инвестор и вся команда решилась поплатить в жизнь, конечно, дорогого стоит. Но лишний раз говорят о том, что сельское хозяйство развивается. И вот ту возможность, которую сегодня дали нам санкции, все не реализуется на Брянской земле. На плане проекта комбикормовый завод, откормочные фермы, бойня, три селекционных генетических центра. Это научное ядро. Пока идет строительство первой очереди, привлечены брянские подрядные организации. Плюс бетон, плиты, песок, металлоконструкции. Все местное. Мы находимся на предприятиях, где действительно люди могут делать дело, могут работать. И не ходят, не плачут, не клянчут. Говорят, что мы пришли и мы это делаем. А все, что сегодня позволяет наше российское законодательство, вы нам это даете. Понятно, что это все они получат. Но самое главное, это то, что они на деле доказывают, что они люди делают. К запуску осенью этого года здесь же на площадке планируется производство комбикормов. То есть где-то мощностью 36 тысяч тонн в год. Соответственно, мы сможем полностью удовлетворять потребности по кормам для нас и будем продавать еще на рынок. Соответственно, сырьевая база Брянской губернии по производству необходимых для производства комбикормов сырья очень богатая. То есть здесь есть практически все, что нам необходимо. Инвестор говорит, мы стоим у истоков возрождения целой отрасли. Причем это сливки. Искали самые лучшие образцы крыльяководства и в России, и за границей. Убойный цех. Автоматизированная линия уже закуплена. Сейчас идут отделочные работы. До ввода в эксплуатацию два месяца, не больше. Правда, после на территорию уже никто не зайдет. Особый санитарный режим. Самое главное, чтобы наши сельскохозяйственники, которые работают на земле, которые занимаются производством, делали свое дело на отличном. Вот здесь мы видим, что это производство, оно будет работать с оценкой 5. И вот это важно сегодня. А что там? Картофель, производство зерна, производство овощей, производство мяса птицы. Это не так важно. Для области, для страны важны все направления. В августе сюда завезут кроликов с мясной породы, пока из Франции. Инвесторы уверены, год-полтора и все, поголовье будет с брянской родословной. О рынках сбыта не волнуются. На диетическое чистое мясо всегда спрос. После запуска второй очереди, Брянская область возьмет новую сельхозвысоту. Мы станем самыми крупными производителями крольчатины в стране. До тысячи тонн в год. Мария Сергеенко, Иван Зюрев, События, Карачевский район. В первой половине дня, 29 июня, в центре Брянска ограничат движение. Это связано с проведением торжественного мероприятия, посвященного Дню партизан и подпольщиков. Митинг начнется в 11.00 на площади партизан. С 21.00 часа 28 июня и до окончания торжественного мероприятия 29 июня будет временно прекращено движение транспортных средств от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль домов номер 2 и 4 на площади партизан. Также водители не смогут проехать вдоль дома номер 31 по улице Красноармейской. Установка памятника Олегу Брянскому, благоустройство десятков дворов, исполнение бюджета и развитие спорта в городе. Эти и ряд других, значимых для областного центра вопросов, обсудили депутаты на очередном заседании Брянского городского совета. Все подробности у нашего корреспондента Екатерины Зойдиной. Заседание городского совета народных депутатов началось с торжественного события. Звание почетный гражданин города Брянска присвоено Герою Советского Союза Ивану Кашину. Глава города Александр Хлеманков вручил советскому летчику свидетельство, ленту и нагрудный знак. Я благодарен за то, что мы оценили мои действия и во время захвата, и во время полета, и во время работы, которую сейчас продолжаем. Дальше на повестке итоги социально-экономического развития Брянска. Впервые за последние годы приостановлено падение численности населения. Сейчас в областном центре проживают около 425 тысяч человек. Прослеживается и экономический рост, подчеркнул глава Брянской городской администрации Александр Макаров. Вопросы депутатов вызвала программа «Комфортная среда», направленная на развитие общественных территорий. В планах городских властей благоустроить в этом году 33 дворовые территории. Семеновский парк и парк Пушкина в Бежицком районе, которые долгое время вызывали критику жителей города. При активном участии общественности, поддержке нашего высшего учебного заведения, завершена подготовка к проектной смертной документации, и эти объекты будут выставлены на торги. Еще одним важным вопросом стала подготовка образовательных учреждений города к новому учебному году. Управление образования отчиталось о промежуточных итогах подготовки. Не осталось без внимания и тема развития спорта. Хотелось бы, чтобы наши спортивные школы работали на самом современном уровне. А из бюджета города Брянска на спорт, на наши спортивные школы, выделяется 160 миллионов рублей. Это довольно приличная сумма при напряженном бюджете города Брянска. И хотелось бы, чтобы эти средства шли как раз для того, чтобы наши дети свободно могли заниматься любимым видом спорта. Также на заседании было принято решение о месте установки в городе памятника Олегу Брянскому и учреждении почетного звания «Заслуженный учитель области». Екатерина Зойдина, Максим Кузнецов. События. Брянск. Депутат Государственной Думы Николай Валуев провел в Брянске личный прием. Помощь инвалидам благоустройство корта по Красноармейской озеро в Радице-Крыловке. Среди острых вопросов, с которыми пришли горожане, судьба недостроенных домов и обманутых дольщиков. Ирина Фололеева за свои квадратные метры борется третий год, как и ее соседи. Дом по Чернышевского 2А начало строить муниципальное предприятие «Брянск горстройзаказчик». Тогда верили, до новоселья близко. Но застройщик не выполнил свои обязательства. Вместо комфортного жилья – недострои. Правоохранительные органы разбираются, куда ушли деньги. До 1 августа 2017 года каждый субъект по всей Российской Федерации должен утвердить дорожную карту по всем проблемным объектам. У людей бесконечная переписка, у городской власти – оправдание. Ситуация на особом контроле в правительстве Брянской области. Принципиальная позиция главы региона – пока идут проверки помочь людям, достроить жилье. Об этом Александр Богомаз говорил с Никитой Стасишиным, заместителем министра строительства и ЖКХ. Николай Валуев – парламентарий, а значит, держит ситуацию под контролем. «В случае, когда приходят обманутые дольщики, стадия решения этого вопроса займет время. Но сегодня можно однозначно сказать, что даже в начале этого месяца парламентские слушания, которые пройдут в Государственной Думе под председательством Комитета по земельным отношениям, мы надеемся, что будет найден какой-то алгоритм». То же самое у тех, кто купил квартиры в Доме по молодой гвардии. Там готовность объекта 27%. Стройка остановилась больше двух лет назад. И с каждым днем дом разрушается. «Наш регион не единственный, где по вине недобросовестных застройщиков люди остались без квартир». Николай Валуев заверил, до 15 июля соберется межведомственная комиссия, где будут проработаны детали завершения строек. В каждом случае обязательно участие дольщиков. Елена Лыщицкая, Владимир Шалободов. События. Брянск. В Жуковке родители-алкоголики морили своего ребенка-инвалида голодом. Итогом этой жуткой во всех отношениях истории стало уголовное дело, которое возбудили в отношении местной жительницы и ее супруга. Они обвинялись в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с несовершеннолетним. Как установил суд, родители ребенка 2013 года рождения систематически не предоставляли ему нормального питания, а также своевременного медицинского лечения. Не приобрели для него необходимую по медицинским показаниям ортопедическую обувь. В присутствии ребенка и по месту его жительства они употребляли спиртные напитки, курили, а также создали антисанитарийные условия. В результате все это привело к ухудшению самочувствия ребенка. Суд приговорил виновных к шести месяцам исправительных работ. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о лишении их родительских прав в отношении ребенка. Традиция, не потерянная еще с советских времен. В Стародубском районе прошел 29-й областной конкурс операторов машинного доения. На этапах соревнований побывал наш корреспондент Андрей Мамошин. Вот они, передовики молочного производства. Астра сегодня немного нервничает, конечно же, столько внимания. Со всех районов Брянской области съехались лучшие операторы машинного доения, чтобы доказать свое право быть первым в производстве. Конкурс берет свое начало в 88-м году, еще в СССР. Проходил он по всей области. И на этот раз дух соревнования царил в коровниках хозяйства «Русское молоко». Они пообщаются, операторы машинного доения, посмотрят, навыки примут. Некоторые хозяйства лучшие показатели, некоторые худшие. И вот такой беседе, конечно, это неплохо. Мы такие конкурсы проводили и будем проводить. На сегодняшний день поставлена задача и губернаторам, и Министерством Российской Федерации, что мы в этом году должны перешагнуть пятитысячный рубеж надой на двухражную корову. Не случайно конкурс проходит в обществе «Русское молоко». На сегодняшний день предприятие дает неплохие результаты. И есть чему поучиться отстающим молочным производствам. Общая поголовенность сегодняшний день у нас достигает 3,5 тысячи. Дойного – 1300, надой – 5400. Но в этом году, я думаю, мы приблизимся к 6. В связи с тем, что была серьезно пересмотрена технология содержания, кормления, выращивания молодняка. То есть результаты не заставили себя ждать. Мастерам предложили выполнить четыре норматива. Теория, разборка и сборка доильного аппарата, доение и чистота продукта. Тамара Александровна – победитель прошлого года. Доярка с 20-летним стажем. Лично для нее наиболее сложным этапом показалась именно сборка-разборка. Сложность – это в качестве быстроты сборки-разборки аппарата. А доение – это не проблема. Это уже навыки. Собрать и разобрать аппарат необходимо максимум за 5 минут и 40 секунд. Многие работают в этом деле по 20-30 лет. И у них рука, как говорится, набита. Но здесь и волнение, и заинтересованные взгляды видеокамер. Первый этап пройден. И участник может переходить непосредственно к буренке. Все на время. Уже и коровы волнуются, к чему такая спешка. А накану ведь звание лучшей доярки области. Как корова себя ведет? Не боится такого количества людей? Наоборот, боится. Боится. При этом она может и молоко зажимать, и отдавать. Может сказаться, да, на надуе? Да, стресс, конечно. Во-первых, шум. Коровы не привыкли к этому. Поэтому, я думаю, стресс. То есть, это осложняет участникам конкурса вот такие условия, да? Конечно, да. У Светланы опыт работы небольшой. А в подобном конкурсе вообще участвует впервые. Однако, тут не себя, кормилец надо успокаивать. Как говорят опытные доярки, важно поговорить, погладить корову. А то и на дое не будет. Однако, в конкурсе оценивалось больше не количество, а качество молока. Это уже четвертый, последний этап. И здесь вот такой небольшой фильтр решает судьбу конкурсанта. Чем меньше вкоплений, тем выше баллы. Итак, долгожданный момент подведения итогов. По результатам конкурса победу одержала доярка из Стародубского района. Теперь она отправится защищать честь региона на всероссийском уровне. Рада, конечно, чтобы победила. Но как-то еще непривычно. Тренировалась, конечно. Пробовала разбирать, собирать бачок. Конечно, сажала не получалось. Ну, потом уже стало получаться нормально. Второе место по итогам регионального этапа досталось Гордеевскому району СПК «Надежда». На третьем месте Брянский район ООО «Снежка-Бетова». Победители везут на свою малую родину не только медали и грамоты, но и денежные призы от правительства Брянской области. Андрей Мамошин, Анатолий Чикрыгин. События. Стародубский район. Вот уже неделю, как в Брянске начал работать Центр электросетевых услуг компании «Брянская электро». С его посещения заместителем губернатора Брянской области Александром Жигуновым и главами районных администраций началось обсуждение вопросов эффективности и качества электроснабжения региона на круглом столе, который организовало правительство Брянской области. Основные задачи Центра электросетевых услуг, работа которого построена по принципу одного окна, упростить взаимодействие потребителей с компанией, сделать его максимально комфортным и понятным, ускорить оформление документов и избавить от лишних финансовых затрат. Теперь все эти услуги можно получить в современном офисе, который находится в самом центре советского района Брянска. Любой гражданин Брянска области или города Брянска, обратившись в данный центр или по телефону, который круглосуточно работает горячая линия по этому центру или непосредственно придя в этот центр, он получит полный объем услуг электрообеспечения, электроснабжения, которые может представить Брянск Электро. Городской центр электросетевых услуг – это лишь маленькая часть общей программы повышения надежности и качества электроснабжения, которую реализует правительство Брянской области совместно с компанией «Брянск Электро». Надо переходить к развитию и разработке энергосистемы 6-10 кВ и 0,4 кВ конечных потребителей, то есть тех воздушных линий, которые проходят по нашим с вами территориям. Об этом, а также о других путях решения проблем энергообеспечения, энергоэффективности и энергосбережения говорили специалисты отрасли региона и главы муниципальных районов области за круглым столом. Обеспечение электрической энергии, с одной стороны, конечно, это зона ответственности органов местного самоуправления, но с другой стороны, сами сети, сами подстанции, сами кабельные воздушные линии обслуживаются нами в рамках тарифорегулирования. В этом вопросе мы получаем очень большую поддержку правительства Брянской области, лично губернатора Брянской области. За два с лишним часа участники круглого стола обсудили множество неясных и спорных моментов во взаимоотношениях энергетиков и представителей власти. Игорь Умаров, Максим Кузнецов, События Брянск. Не просто приготовить, но и показать свое мастерство. Брянский техникум питания и торговли в качестве эксперимента принял итоговый экзамен в необычном формате. Живопись очаровывает глаз, музыка слух, кулинария вкус. Но прежде чем начать очаровывать, студентам Брянского техникума питания и торговли нужно сдать экзамен. И шесть человек сегодня получат профессию весьма необычным способом. Примут участие в эксперименте. Идея провести итоговый экзамен таким способом появилась с февраля этого года, когда на базе техникума работала площадка поварское дело чемпионата WorldSkills Russia. В этом году мы решили провести эксперимент, где предложили одной из группы поучаствовать в нем. Выполнить квалификационную работу в виде пилотного экзамена с элементами WorldSkills. Шесть желающих дали согласие на это. За два дня до экзамена были даны задания. Студенты должны приготовить холодную закуску, горячее блюдо и десерт за три с половиной часа. При этом на готовку выделено два часа, еще полтора, так называемое время подачи. Каждого блюда нужно приготовить по два. Одно уйдет на проверку в лаборатории, а второе — экспертной комиссии. В состав комиссии входят мастера-преподаватели техникума и представители индустрии питания. Я считаю, что проведение экзамена в таком формате позволяет объективно оценить студентов, а им показать хорошую работу во время их учебы и на экзамене. Все, кто решил сдавать выпускную квалификационную работу через экспериментальный экзамен, сделали это по собственному желанию. Когда раздавали дипломные работы, предложили такую возможность, что шестерых человек из группы допускают к защите диплома по системе WorldSkills. Они именно наслышаны, но я посчитал для себя, что это будет интересным опытом и решил согласиться. Как и в ходе обычного экзамена, в эксперименте важная составляющая — оценка обезличенных блюд. Здесь ее называют презентацией. На презентации жюри оценивает итоговые блюда. Оценка по следующим категориям — это внешний вид, нравится-не нравится, стиль и креативность, затем вкус. Как всего блюда в целом, так и отдельных его компонентов. Сам Брянский техникум питания и торговли существует с 1950 года и ежегодно выпускает более 200 человек. И все выпускники трудоустраиваются благодаря контрактам с работодателями, представителями индустрии. У техникума развито международное сотрудничество. Мы уже около 14 лет сотрудничаем с Польшей, город Конин. Это город по братьям города Брянска. С 2016 года мы тесно стали сотрудничать с Италией, город Турин. Мы обмениваемся делегациями, наши преподаватели проходят стажировку, учащиеся в производственную практику. В том числе проходят и мастер-классы, как от иностранных мастеров, так и от наших специалистов. Три русских блюда, которые мы приготовим. Это будет наш классический салат оливье, классический салат зерк под шубой и такой блинный пирог, русский, называется «Клоди». Обучение в техникуме ведется по профессии повар, кондитер и по специальностям технология продукции общественного питания и коммерция. А в учебном центре готовят барменов, официантов, продавцов продовольственных и непродовольственных товаров и продавцов-кассиров. В 2016 году на нашей базе создан региональный коалиционный центр. Главная задача этого центра – это организация и проведение региональных отборочных чемпионатов, олимпиад, а также формирование экспертного сообщества Брянской области. Игорь Умаров, Анатолий Чекрыгин, События Брянск. Что такое фондовый рынок и как заработать на бирже? Будущих трейдеров в Брянске обучают в инвестиционной компании «Финам». На первом занятии для новичков побывала наша съемочная группа. Непонятные запутанные графики – так воображение многих выглядит фондовый рынок. Однако разобраться и работать с этими графиками, освоить азы биржевой торговли, начать совершать первые сделки и, наконец, научиться зарабатывать – может каждый, независимо от возраста и образования. Знакомство с фондовым рынком и основными принципами его функционирования – обучение будущих трейдеров в инвестиционной компании «Финам» начинается с нуля. На первом семинаре мы говорим о базовых вещах, о том, что такое фондовый рынок, чем он отличается от рынка, например, Форекс, какие инструменты есть, какие альтернативы есть, например, другим видам финансовых вложений, в частности, депозитам, в частности, операциям с золотом, с валютой. Все это, в общем-то, тоже мы можем делать и мы осуществляем на фондовом рынке в рамках трейдинга. Стоит ли заниматься трейдингом? Ответ на этот вопрос каждый для себя может найти уже на первом занятии, которое, кстати, в учебном центре «Финам» проводится абсолютно бесплатно. Полный курс для новичков по изучению базовых аспектов фондового рынка рассчитан на 12 семинаров. Подробнее ознакомиться с условиями обучения можно на сайте или в офисе инвестиционной компании «Финам». Кристина Притхилова, Владимир Сидоров, События, Брянск. Все новости программы нашего канала можно посмотреть в интернете на нашем сайте и во всех социальных сетях. Присоединяйтесь. Всего доброго, до встречи. Эго, эгоист, эгоист, эгоист.